Добрый вечер, Лена. С Новым Годом и поздравляю с наступившим Новым Годом всех, кто нас видит и слышит. Мы сегодня будем говорить прежде всего о границе, о тех проблемах, которые наши пограничные проблемы принесли вообще всей стране и как это можно вылечить и лечиться ли это в прямом и переносном смысле. Мы будем говорить о том, как вчера Джонсон, Майк Джонсон, наш спикер, вместе с другими членами палаты представителей посетили границу, южную границу. Они, конечно, получили весь букет информации, которая не радует. Эта информация не может радовать, потому что вместо того, чтобы принимать какие-то серьезные решения, связанные с закрытием этой границы, У нас пытается, как называет Андрей Ларионов, пипеточная помощь. Вот здесь тоже можно применить пипеточную помощь, когда, собственно, ничего не меняется, а потоки эмиграции продолжают штурмовать границу, как Соединенных Штатов Америки, так и всех наших городов. Сейчас у нас новая информация поступила из Нью-Йорка. Вот те эмигранты, которые прибывают, они уже не хотят Нью-Йорка, они уже начинают собираться, кучковаться в Нью-Джерси. Кстати, в Нью-Джерси это прямо через мост от Манхэттена, через речку, как говорится. Борис, мы говорим о том, что все это проблемы, проблемы и проблемы. И 14 миллиардов, которые пограничные службы ожидают, они пока что еще не поступили, на бумаге прописали, ничего пока не поступило. Но это тоже не решит вопрос, не решит проблему. Решит проблему, то есть полное закрытие границы. Так что с собой незакрытие границы принесло? Значит, я подготовил кое-какую информацию, которая, по идее, должна заставить всех вздрогнуть. Потому что мало кто представляет, что принесли нашей стране два или сколько там уже почти три, не знаю, два с половиной года правления Байдена. Вы себе не представляете, какой урон был нанесен Соединенным Штатам Америки. Я сейчас говорю не о диких количествах фентанола, наркотика, которые каждый год убивают 100 тысяч человек. Я говорю сейчас не о колоссальном подъеме в преступности. И это касается даже не только приграничных штатов, но и многих штатов, в которых размещены мигранты. Это касается также болезней. И чтобы вы не относились к этому, ну, болезни, мало ли что. В Америке такая медицина со всем справится. Чтобы вы так не думали, я приготовил кое-какие данные, которые я буду зачитывать, поскольку все это запомнить, разумеется, невозможно. Но я прошу вас внимательно послушать и потом подумать. Подумать, за кого вы будете голосовать. Подумать, за кого соседи будут голосовать. Может быть, поговорить с ними. Потому что каждый голос у нас будет на счету. Я имею в виду голос в пользу Трампа, в пользу республиканцев. Значит, большинство болезней в Соединенных Штатах было побеждено. Например, полиомиелит. Значит, полиомиелит был уничтожен при помощи вакцинации. В 1999 году закрылся последний госпиталь для прокаженных. Или прокаженных, как правильно я не знаю. Прокаженных, наверное. Прокаженных, прокаженных. Этот госпиталь находился в Луизиане. Также побеждена ОСПА. Туберкулез был побежден с помощью антибиотиков. Иногда бывают вспышки кори. Но они незначительные и они локальные. Однако побежденные, казалось бы, болезни вдруг стали появляться в нашей стране. Значит, в течение двух последних лет вирусы полиомиелита были обнаружены в резервуарах, которые снабжают Нью-Йорк водой. Проказа снова возникла, снова во Флориде появилась. Также уже были случаи малярии. Тоже во Флориде. Работники здравоохранения говорят, что они не знают, каковы причины этих вспышек. Ну, понятно же, какая причина. Причина в том, что за годы правления Байдена в страну въехало более 7 миллионов иммигрантов. Я имею в виду не иммигрантов, которые законным путем иммигрировали, а людей, которые пересекли нашу южную границу. Будем называть их мигрантами. Значит, и есть такой медик, это знаменитый мировая известность, это доктор Джей Пхачатарья. Он индус, этнический индус. Он является профессором университета в Стэнфорде. Он был одним из очень ярких представителей медицинской профессии, которые выступали против локдаунов во время вспышки ковида, пандемии. И против насильственной вакцинации. Значит, и он говорит, что, конечно же, вспышки, проказы и полео – это результат того, что столько мигрантов заехало в страну. Что касается администрации Байдена, вот как они рьяно заботились о нашем здоровье, когда они пришли к власти. Это обязательно вакцинация, это маски, это локдауны, школы должны быть закрыты. То есть, чтобы контролировать население, были все эти меры. Вот как они рьяно за наше здоровье боролись, вот так они почему-то пытаются уйти от ответа. А что же, собственно говоря, стоит за этими вспышками и проказы, и полиомиелита, и они просто не хотят даже комментировать это. Причем две инстанции в основном – это Министерство здравоохранения и это знаменитое CDC – это Center for Disease Control, Центр по контролю заболезнями. Никаких комментариев, они отказываются отвечать на эти вопросы. Но, тем не менее, Министерство внутренней безопасности, в которое входит иммиграционная служба США, они признают, что у них нет медицинских карточек миллионов людей, которые пересекли границу, в которых хоть что-то было бы сказано о том, были ли эти люди когда-либо вакцинированы и против чего. Далее. В Нью-Йорке есть комиссар, ну комиссионер по делам здравоохранения, его зовут Эшвин Вассан. Еще в апреле, в прошлом апреле, он предупредил, что по крайней мере половина тех мигрантов, которые пребывают в город Нью-Йорк, не вакцинированы против полиэмилитра. И что этот вирус продолжает быть эндемичным, по крайней мере в двух странах. Что такое эндемичный вирус? Это вирус, который типичен для какой-то страны, присущ этой стране и распространен. Значит, эти две страны – это Афганистан и Пакистан. Мы с Леной и Леной, не только со мной, но и с многочисленными гостями рассказывали о том, как Америка уходила из Афганистана. Это был прекрасный уход с многочисленными жертвами. Ну а кроме того, что были жертвы в процессе этого отхода, также 90 тысяч афганцев въехало в Соединенные Штаты по специальной программе, которая называлась «Welcome». Значит, далее. Вот эти 90 тысяч человек, прежде чем их впустить, ДХС, Department of Homeland Security, Министерство внутренних дел, они проверили их медицинские истории болезни, историю вакцинации. Они ни слова об этом не говорят. Ну раз они ни слова об этом не говорят, то смеют думать, что они ничего не проверили. Значит, более 50 тысяч человек в 1921-1922 году они пересекли, а приехали в Нью-Йорк. Значит, это говорит вот этот комиссар нью-йоркский по здравоохранению. Он говорит, я хочу подчеркнуть, насколько критическая эта информация, чтобы врачи, медики, чтобы они знали, с чем они будут вскоре иметь дело. Теперь ветряная оспа. Кто помнит ветряную оспу? Она снова появилась. Она появилась, конечно же, в основном в шелтерах, в местах, где рассредоточены нелегальные мигранты. Ведь многие из них не только приехали из стран, где эти болезни эндемические, вот Афганистан и Пакистан, но во время своего движения по направлению границы они могли пересечь эти страны, чего тоже достаточно. Значит, министерство, или департамент, вернее, здравоохранения города Нью-Йорк, он не ответил. Он не прокомментировал ситуацию, не ответил на вопросы. Но с апреля, когда доктор Вашан предупредил, цифры стали еще хуже. Значит, с весны 2022 года более 100 тысяч мигрантов въехало в город Нью-Йорк. Более 67 тысяч из них, кстати, живут в местах, которые субсидируются за наши. Ну, я сейчас говорю о гражданах США и особенно резидентах штата Нью-Йорк за наши деньги. Они живут за наш счет. Значит, теперь, я упомянул, что полиовирус был найден в водных источниках, которые обеспечивают водой Нью-Йорк. Где он был найден? Лонг-Айланд, Манхэттен, также позитивные результаты Рокланд-Каунти, штат Нью-Йорк. Значит, в Соединенных Штатах все дети получают прививки от полиомиелита. Это положено 4 дозы. Все дети, которые выросли в Соединенных Штатах, все они были вакцинированы против полио. Поэтому откуда оно взялось, не так трудно догадаться. Значит, последний случай полио в Нью-Йорке, диагноз, был в 1979 году. А в ноябре 1922 года, значит, департамент здравоохранения вынужден был начать проверку всех водных источников, резервуаров, ну и водопроводов. Так, обезьянья ОСПА тоже появилась. И агентства, которые отвечают за эпидемии, я имею в виду департамент здравоохранения, комментировать они не хотят. Ситуация осложнена тем, что Министерство внутренней безопасности, в которое входит иммиграционная служба, понятия не имеют, куда подевалось больше, чем 7,5 миллионов мигрантов, которые пересекли границу. Да, все они получили вызов в суд. Когда суд? У кого? Через год, через два, через три. Ну, первое слушание придешь, тебе назначают, вот поскольку у меня же есть клиент, я иммиграционный адвокат, все-таки, значит, у меня есть там дела, назначенные на 25-й год. А заехали люди в страну, там, скажем, год-два тому назад. Это, а если человек не приходит в этот суд? А если ему все равно? Он имеет право работать. Через 150 дней после подачи на обез, он имеет право подать и получить право на работу. Ну, так он не придет в суд. Там, где он работает, у него и не спрашивают эту справку, а то имеешь ты право работать или нет. Он доволен. Но иммиграционная судьба не знает, где все эти 7,5 миллионов человек, или даже большинство из них. Теперь. И мало того, а из каких они стран? Вы думаете, что? Это 7,5 миллионов человек, о которых мы знаем. А сколько не было поймано? Кто-то мы знаем, что каждый был пойман, каждый объявил себя, вот я прошу убежища, вот он я. Я даже не могу сказать, тысячи, сотни, десятки или миллионы человек каким-то образом проскользнули в нашу страну без ведомой иммиграционной службы. Ну, или CBP. Это Customs and Border Patrol, то есть тому же на службу. Так же. Атипичные страны. Атипичные страны, это страны, в которых дети в большом количестве не получают вакцинирование. Менее 30% иногда детей вакцинированы. И где есть эндемические заболевания, то есть заболевания, присущие этим странам. То есть если в 11-м году, в 2011-м году, вот этих вот людей, мигрантов из атипичных стран, было только 8 тысяч. Только. Много, но всего лишь 8 тысяч. Спустя 11 лет их количество достигло миллиона. В 22-м году. И половина из них приехала, больше половины в 22-м году, кстати. Вернее, первые в 6-ти месяцах 23-го года. Просто вы понимали цифры. Значит, 30-го ноября 700 человек, в основном из Сенегала и Нигерии, просто перешли в Соединенные Штаты через границу с Техасом. Ну, Мексика с Техасом. Значит, 63% сенегальских детей были вакцинированы. Полео, но там не только полео в Сенегале и в Нигерии. Там также и малярия, и гепатит, и корь. Корь была практически уничтожена. В Соединенных Штатах в 2000-м году. Больше 20-ти лет тому назад. Сейчас опять вспышки кори появились. И мало того, Всемирная Организация Здравоохранения, по их подсчетам, в мире больше 20-ти миллионов детей, которые никогда не были привиты, ни от чего нет. Кори нет, ни от чего. Вот. Значит, корь всего лишь было в 2020-м году 13 случаев. В 22-м уже 121. Сейчас уже пошли вспышки кори в штатах Огайо и Иллиновс. Сифилис. Ну а как же? Куда же без этого заболевания деться? Значит, сейчас вспышка, конечно же, наблюдается, потому что сифилис не было в США. Вспышка началась после того, как Байден пришел в Белый дом. Еще была пандемия. Так что эта радость тоже с нами. Тоже с нами. Вы также должны понять, что до сих пор лечения от полиэмилита не существует. Его просто нет. Точно так же, как не существуют прививки против некоторых инфекционных заболеваний. Как, например, малярии. Нет прививки. Поэтому нам только вот этого не хватало. Как я уже сказал, Центральная Флорина. Возвращение проказа. Начали рассуждать, что откуда могла взяться проказа. проказа требует более-менее длительного контакта с зараженным. Начали думать, что вполне возможно виноваты всему армадилы. Это броненосцы. Ну, зверки такие, наверное. Вы знаете, о чем я говорю. Но броненосцы эти во Флориде уже давно. Они, может быть, там еще раньше, чем мы туда приехали. И вообще человек там поселился. почему вдруг сейчас вспышки, почему вдруг сейчас армадилы стали вот так вот заражать людей. Причем почему-то болезнь распространена среди так называемых лендскейперс. То есть те, которые ухаживают за участками, стригут траву, ровняют деревья, что-то взрыхляют, что-то сажают и так далее. с одной стороны, они, может быть, на самом деле имеют больше дело с армадилами, которые ковыряются в земле, в которых могут быть эти вирусы. С другой стороны, вы сами прекрасно знаете, какое население в основном работает в этой отрасли. Это в основном выходцы из Латинской Америки, где есть атипичные страны, в которых эти болезни являются эндемическими. То есть присущими. Потому что проказа сама никак не присуща для Флориды. Она давно побеждена. А вот Юго-Восточная Азия, а вот Экваториальная Африка и Бразилия это как раз страны, где проказа является эндемичной для этих районов. И совсем недавно, буквально две недели тому назад произошел очень хороший случай, который это был, это последний кусочек новостей, который я сейчас сообщу. Значит, самолет, по-моему, это был Дельта, они, значит, летели из города Феникс, штата Аризона, в город Нью-Йорк. И есть такой блогер, которого Юг, зовут Эшли Сан-Клэр. Значит, она была на этом рейсе. И вот она говорит, что все увидели, что больше половины пассажиров это мигранты. И почему они поняли, что это мигранты? Они просто смуглые люди. Потому что их под конвоем привели и посадили на этот рейс работники иммиграционной службы. Без всякой проверки. Ничего они не должны были снимать обувь, раздеваться, показывать, что они ничего. Мало того, пилоты сначала даже отказались в самолет, в котором если там обыкновенный 737-й Боинг, ну пусть там 200 человек будет. Из них 100 потенциально инфекционных зараженных просто. Это могут быть с проказой, с малярией, с полиэмилитом, с чем угодно. Так что их еле уговорили все-таки совершить этот рейс. Ну а направлялись конечно же куда? В Нью-Йорк. Вот так. Такая у нас Лена ситуация и я думаю ты согласишься со мной, что эти последствия а мы их еще не обсуждали я решил просто их обсудить поскольку Новый год уже порадовать в Новом году приятные новости. Многие понимали, что нет такого, что где-то кто-то перешел границу, а тебя это не касается. Как это касается? Всех? Это касается абсолютно всех. Я могу одно сказать. Когда граждане США выезжают в ту же Африку, им делают огромный список вот этих прививок от всех вот этих болезней. Я это знаю, потому что ты хорошо знаешь моего мужа, он в Эквадриальной Гвинеи был в командировке. Там список вот таких болезней. Первое, что предупредили, что 90% населения ВИЧ инфицированы. ВИЧ инфицированы. И вот это все без всякой проверки идет сейчас в Америку. Ты назвал сифилис. Естественно, когда идет трафик и когда вот эти девушки, женщины становятся объектом продажи, их специально сюда завозят, их насилуют по дороге, их насилуют вот эти же люди, которые изначально заражены чем-то. Мы говорим о сифилисе, мы говорим о спиде, мы говорим о гонореи, мы говорим обо всем этом. Далее вот все эти заболевания очень многие, в частности спид, они передаются через вот эти же шприцы, которые есть. У нас шприцы сейчас в Нью-Йорке на каждом углу просто валяются на земле. Это специальная акция по уничтожению Соединенных Штатов Америки. Этих людей завозят, ты говоришь, у них нет справок про прививок. Каких справок? Каких прививок в тех странах, откуда они уехали, бежали? Их не успевают документы проверить, нормально. А там должны быть просто на границе находиться вот эти километры медицинских... Я секундочку перебью. Дело в том, что сейчас невозможно получить грин-карту, не доказав, что ты был вакцинирован против ковида. Невозможно. Есть исключения. Эти исключения могут быть религиозного характера или медицинского характера, противопоказания. Но они могут быть также характер, который называется личное убеждение. На этом основании иммиграционная служба точно не даст тебе возможность пройти и получить грин-карту без вакцинации. А что касается религиозных оснований, это нужна справка от священника и причем далеко не каждая динаминация. Возьми христиан. Что? Христиан, миллион христиан привилось и получили два укола, потом буст, потом еще и так далее и тому подобное. Но есть христиане, которые говорят нет, потому что в вакцину входит ингредиент, который взят из абортированного зародыша. И это не разрешено. В общем, короче, это очень и очень трудно. Есть адвокаты, которые специализируются в этом деле, а поскольку к нам потом приходят и говорят, у нас был адвокат, который специализируется, вот пакет, который мы подали, и нам все равно отказали. Так вот, людям, которые там вышла женщина замуж за гражданин на США, она не получит бюнкарту, как правило, если она не вакцинирована, эти ребята welcome, заходите, никаких справок нам не нужно заходить. Какая разница, они гринкарту просят, они просят быть здесь, среди нас, работать среди нас, жить среди нас. Я уже не говорю за наш счет, но хотя бы не будьте источниками этих болезней, а вы иммиграционная служба, хотя бы позаботьтесь, чтобы не было уничтожено население граждан США, потому что какие-то экзотические болезни, которые давно были побеждены, вдруг проказа в штате Флорида, полео, кто мог вообще, полео, вирусы в снабжениях водой города Нью-Йорка, кто мог подумать вообще об этом, мы в каком веке живем, и мало того, иммиграционная служба не делится никакой информации, а Министерство здравоохранения, департамент города Нью-Йорка и штата, который проводит тесто воды, они ничего не говорят, что они нашли, сколько они нашли, опасно, ну, наверное, если бы было опасно, они бы там перекрыли все и сирену бы включили, но мы не знаем даже на каком мы этапе и как оно, что идет, это не есть хорошо. Борис, вот смотри, в прошлую среду, когда встречался Майоркас и Блинкен с президентом Мексики, там прозвучала такая, знаешь, циничная фраза от президента Мексики, что Америка должна больше любить своих южных соседей из Латинской Америки, но любовь должна быть как бы взаимная, хотя бы не гадить они должны нам, и вот эти люди, которые пересекают границу, которые мы не знаем кто они, что они, в каком количестве, потому что пограничная служба ничего не может с ними поделать, ну ничего, и количество наркодилеров, которые приходят, и картелей, которые работают здесь, вот как быть в этой ситуации, с ними борется, сражается губернатор Техаса, Эбботт, как можно остановить этот поток, если нет политической воли президента страны, его администрации, как быть в этой ситуации? Значит, Эбботт сражается с нелегальной эмиграцией, министерство юстиции и госдепартамент сражаются с Эбботтом, на штат Техас, и лично на Эбботт, и генерального прокурора штата Техаса, еще каких-то двух работников штата Техас подали в суд с тем, чтобы заблокировать закон, который провел штат Техас, который криминализировал нелегальный переход границы из Мексики в штат Техас. И это юридически, конечно, это проблема. Почему? Потому что эмиграция регулируется федеральными законами. Федеральными, а не штатными. Если меня спрашивают, ну хорошо, кто победит в Верховном суде США? Администрация Байдена, которая подала на штат Техас, или штат Техас? Посмотрим. Я думаю, что победит администрация Байдена. Ну, всякое бывает, поэтому будем смотреть. Есть какие-то законы, которые предписывают администрации защищать граждан Соединенных Штатов Америки. Граждан их страны, которые не обещали защищать. Все же зависит от интерпретации. Что ты понимаешь по словам защищать? Если тебе дают фальшивый лозунг, например, Хиллари Клинтон очень любила фальшивый лозунг Байден. Звучит он так. This is not what America is all about. То есть это не то об чем Америка. Америка это не то. А что это означает? Это означает, что Америка ковер добро пожаловать расстилает перед теми, кто нуждается в помощи, в защите, тех, кого преследуют. На самом деле, но неужели мы не понимаем, что люди бегут 99,9 в периоде не от того, что их преследуют за их политические убеждения, не от того, что их преследуют за религиозные убеждения. Люди бегут, чтобы жить лучше. Они, правда, как только приезжают в Америку, начинают ненавидеть многие из них, страну, которая позаботилась о них, дала пищу, кров, образование детям, здравоохранение, лечила, лечила, кормила, поила, обувала, одевала, все, а потом эту страну ненавидят. Ее ненавидят беженцы, так называемые, из мусульманских стран, из африканских стран. Некоторые любят, я не буду говорить все, я не буду огульно всех, но уж слишком много людей, которые столько добра получили от Соединенных Штатов, и как они хотят превратить Соединенные Штаты в эти Уганды, Намибии, Сенегалы, Нигерии, Йемены, Ираны и так далее. Вот они выкручивают и какими мы должны быть глупцами, чтобы идти на поводу у их каких-то нелепых требований. Я поражаюсь тому, вот произошло 11 сентября 2001 года, и как тут же после этого мы распахнули объятия для представителей мусульманских стран. и казалось бы казалось бы не получили никак, не извлекли урока, потому что сколько, потому что и Франция не извлекла, и Англия не извлекла, сколько, и Испания, где был заменитый теракт на железной дороге, сколько нужно терактов, чтобы Британия, Британия. Конечно, чтобы мы сказали enough is enough, но дело в том, что наступает иногда такая точка, когда даже если мы скажем enough is enough, а затем мы обернемся и поглядим, а кто нас слышит, и мы увидим, что каждый из нас окружен людьми, которые хотят нас уничтожить, мы разъединены, нас больше нет как общество, у нас нет общих ценностей, мы расколоты по теме аборта, по теме что нужно преподавать в школе, сколько существует полов, является ли мальчик девочкой, а девочка мальчиком, вот это нас сейчас очень и очень заботит, мы разъединены, наши враги еще как объединены. У нас есть враги внешние, внутренние, мы постоянно слышим об уровне угрозы, красной угрозы террористической, и нам радостно об этом сообщает наш директор ФБР и ЦРУ нам тоже что-то говорит, и мы все время только говорим, а как же так, а где же вы были раньше, и мы сейчас живем в эпоху констатации тех несчастья, которые уже пришли к нам. Нас кто-то вообще как-то защищает, у нас закон какой-то есть, вот ты все время говоришь о законе, который вот существует, у нас есть закон, который защищает нас, хоть один закон, я хочу услышать, потому что, ты понимаешь в чем дело? Когда я, если не дай Бог, и воспользуюсь оружием, чтобы защитить себя, в Нью-Йорке меня посадят. Ты всегда рискуешь, всегда. Каждый раз, когда ты хочешь защитить себя, ты рискуешь, поэтому, скажем, НРА, National Rifles Association, выпускает брошюры за брошюрой, что делать в таких ситуациях, в таких ситуациях. Есть членство в НРА, где тебе положен адвокат, если ты применишь оружие, а иногда просто вытащишь оружие, этого может быть достаточно. Это очень сложно, и ты никогда. Я адвокат, но если ты спрашиваешь, а что будет есть, я не знаю, потому что такие нюансы, такие нюансы могут играть роль, я не знаю. Теперь, каждый раз, когда ты спрашиваешь о законе, который нас должен защищать, ответ на это у меня всегда один. Лена, законы человеческие подлежат интерпретации. Вот сейчас мы видим это на примере Дональда Трампа. Было восстание, не было восстания. Имеет право президент что-то говорить и говорить, идите сражайтесь, идите к Капитолию и отстаивайте свои права или не имеет. Какую шапку носил Трамп, когда призывал людей идти к Капитолию? Шапку президента или шапку кандидата в президенты? Если президента, окей, если не президента, плохо. Кто это будет решать? Суд. Настолько велика роль суда. Если среди наших, как всегда, среди наших слушателей есть умники, которые все знают. Они знают, было восстание, не было восстания. Трамп действовал как президент или как кандидат в президенты? Они все знают. Я нет. У меня есть мнение, что так-то, так-то и так-то. Дело будет развиваться таким-то образом. У Алана Дершовица, знаменитого профессора Гарвардского университета и боевого адвоката с 60-летним опытом тоже есть мнение. Иногда и он ошибается, думая, что суд у Джонатана Тарли, которого приглашает экспертов в Конгресс на разных слушателей, тоже есть мнение. То они ошибаются, то я ошибаюсь, то мы все вместе ошибаемся, то мы все вместе правы. Потому что эти в итоге 9 человек, они что-то скажут, либо они скажут, вы знаете что, мы не хотим решать этот вопрос, мы даем, пусть более низкая инстанция его решает. Ты сказала мнение, есть такой Джейми Раскин, который свое мнение, не судья, нет, он не судья, у него есть мнение, и вот он это мнение запускает вчера и сегодня через средства массовой информации, слив такой пошел, как всегда у нас отличился New York Times, о том, что Трамп получил миллионы долларов из иностранного правительства в качестве президента. Он написал вот такую бумагу со своей командой, со своей командой из Oversight Committee, которая является, комитет по надзору. Да, комитет по надзору, естественно, я еще не успела перевести даже. И вот они сейчас пытаются именно демократы, демократы палаты представителей из этого комитета, а там совершенно персонажи замечательные, Аказия Кортес, там Кори Буш, там у нас Рашид Датлаи, ну, замечательные люди, все патриоты. И вот эти люди пытаются доказать именно их демократическом меньшинстве, которые находятся в этом комитете, они пытаются доказать, что Трамп все-таки участвовал в том, чем они обвиняют, что 7,8 миллионов долларов, которые он получил, заработаны им незаслуженно от иностранных государств, и это является парием, в том, что они получили эти доллары от иностранных организаций, находясь при власти, когда он был президентом. Вот это то, что они пытаются вынести ему, что нет. Никто не обвиняет Трампа, что он эти деньги получил незаслуженно. Начнем с этого. Ну да, но что он их получил на посту президента. Они пытаются тем самым нивелировать обвинения в адрес Байдена, который получил 20 чем-то миллионов его семейства, но тут был бизнес всегда, и тут есть документы, которые уже рассматривались, по-моему, это был 19-й или 18-й год, они уже говорили об этом. Перед тем, как он стал президентом, он все отдал. На нем ничего уже не оставалось. Значит, может быть, я введу в курс дело наших зрителей и слушателей. Значит, в Конституции США есть статья номер один. Там есть раздел 9, параграф 8, который говорит о том, что президент Соединенных Штатов, там не только президент, кстати, многие официальные, многие лица, которые работают на государство, что не имеет права, находясь на посту, получать ценные подарки. К чему эти подарки могут быть? Не только подарки, но даже зарабатывать деньги. Он не может получать зарплату, он не может получать какие-то выгоды. Это могут быть любые выгоды. они могут быть материальные, отсрочка, может быть, получение материальных выгод. Ну, и понятно, это статья и раздел призваны служить тому, чтобы наш президент Соединенных Штатов не мог быть подкуплен. Далее. разумеется, Трамп, перед тем, как въехать в Белый дом, должен был передать управление своими организациями, компаниями, которые входят в Trump Organization, организация Трампа, это десятки компаний, он должен был освободиться от, передать бразды правления, он их передал своим сыновьям, Дональду младшему и Эрику. Его различные инвестиции, его доля в компаниях, это все было переведено в так называемый траст. Я понятия не имею, знает наши слушатели или нет, что такое траст. Траст это отдельное юридическое лицо. Вот если вы мне подробно остановиться о том, что это нет, это инструмент по управлению движимостью фактически. Нет, по управлению чем угодно, любыми денежными средствами, любыми счетами, недвижимостью, движимостью, чем угодно. Траст это означает, если я хочу создать траст, скажем, я хочу все, что у меня есть, передать в траст, представьте себе вот коробку, это траст, я все туда впихнул в эту коробку, я назначаю бенефициаров траста, это, скажем, мои дети и внуки, жена, дети, внуки, и я назначаю управляющего траст, менеджера, я назначаю трасти, называется, если я миллиардер, как ты знаешь, я миллиардерлин, то кто у нас менеджер, у меня будет менеджер, это совет директоров банка какого-нибудь Чейз Манхэттен, ну или крупного какого-то там, я не знаю, банка, если я это я, то это будет какой-нибудь мой друг или там два моих друга, которые будут распределять по моей кончине эти все средства среди моих детей, этому давать нельзя, потому что он курить не то начал, этому давать нельзя, потому что он увлекся девушкой, которая явно давно уже курит не то, а этому можно давать, он собирается идти в Гарвард, там уже нету этой самой идиотки, поэтому там уже якобы можно учиться, гей, она ушла в отставку, как мы знаем, то есть они распоряжаются, и вот Трамп отдал это все в траст, так называемый слепой траст, что означает слепой траст, это означает, что он не знает, что там происходит, а люди, которые не могут дать туда деньги, они не знают, что он принадлежит трасту, если, например, я создам траст, он скорее всего будет называться Борис Палан Траст, траст Бориса Палана, я его не назову траст золотая рыбка или траст три богатыря, то есть он будет обычно носить моими фамилиями, так вот там это не был траст Дональд за Трамп, это был слепой траст, но Раскин, который один из самых матерых врагов, Дональда Трампа, он сказал, что это за слепой, все и так все знали, и он начал считать, что из 160 стран, представители которых останавливались в отеле Трампа, на его курортах, и что только если взять там 16 из них, то они потратили 7,8 миллиона долларов, ну хорошо, и дальше что, что Трамп должен был сделать, что закон его обязывал взять и сказать, знаете что, я заезжаю в Белый дом, поэтому я сейчас все продаю, кому, по рыночной цене, да я не хочу, это мое дичь, почему продавать, я просто отдаю бразды правления, и все, на эти 4 года, пока я здесь, кто должен сейчас продавать, своим конкурентам, или я не знаю кому, вот, Раскин в этом своем отчете этого комитета поднадзора, убил, что это не такая большая цена за въезд в Белый дом, это ты, кто такой Раскин, для того, чтобы определять, какая должна быть цена за то, чтобы въехать в Белый дом, тем более, что ты выиграл выборы, что Трамп должен был сделать, снять себя последнее, стать нищим, для того, чтобы въехать, и он просто устраняется от этого, от контроля над своими богатствами, недвижимостью в основном. Борис, ты забыл еще об одной важной детали, Раскин лгал, когда был первый пичмент Трампа, он постоянно лжет, он манипулирует фактами, и даже вот та бумага, которая появилась на сайте, которая называется, это staff report, это вот вот этот отчет, который написали именно Раскин и демократы, он официально не является отчетом вот этой комиссии по надзору, комитета по надзору, потому что официально они начнут заседать только послезавтра, а 10 числа будут слушаться дальше дела и Трампа, и все, все. Но, что, вопрос такой, например, они же долго пытались получить от бухгалтерской фирмы, обслуживающей Трампа, все документы, те отказывались, судили, короче, фирма вынуждена была предоставить документы, и о ужас, они посчитали, что минимум 7,8 миллиона, а вполне возможно гораздо больше. Вопрос, дальше что? И что вы хотите? Вы хотите дисквалифицировать Трампа от участия в выборах? Вы хотите его наказать? Что вы хотите? Думаю, что ни то, ни другое, ни третье. Почему? Объясню. Потому что то, что я читал вот этот вот шедевр Раскина, это то, что Конгресс должен озаботиться тем, чтобы этого не произошло в дальнейшем. То есть вполне возможно они хотят, чтобы Трамп продал, когда он, если не дай бог, он снова станет президентом. Лживость, то, что я сразу увидел, лживые строчки, там они говорят о том, что никогда еще в истории Соединенных Штатов такого не было. То есть как-то. А первый президент США Джордж Вашингтон, которого никто вообще не подозревал в мздоимстве. Ну, подарки, а подарки у него были какие? Одна масляная картина Людовика XV, потом картина, по-моему, подарена ему французскими послами и прочее. Еще одна масляная картина, его портрет. Он все это увез в свое имение спокойно и слова не сказал и не просил у Конгресса разрешения, потому что вот эта вот статья первая, о которой я говорил, раздел девятый, параграф восьмой, говорит о том, что если президент что-то хочет, то должен у Конгресса спросить разрешения. Вашингтон не просил разрешения, Трамп тоже не просил разрешения, Трамп подарков не получал, просто его компании продолжали работать. Понимаешь, они все время же пытаются манипулировать сознанием людей, которые читают, вот они забрасывают и возбужденный этот разум начинает закипать. Так у Байпина компании не было, у его детей компании не было, которые работали, он продавал свое имя, Трамп не продавал свое имя, он миллионером был, миллиардером был. Можно я? Трамп продавал свое имя десятилетия, потому что он получил восемь этих именно патентов, так называем, на свое имя от Китая даже, потому что имя Трамп стоило, это означает качество жилья, если ты покупаешь кондоминиум в Трамп Тауэр, или качество гостиницы, качество отеля, там, курорта, гольфового поля, это имя Трамп. За именем стоял бизнес. Конечно же, да, он не продавал никакого своего влияния, потому что он не был политиком до этого, правильно? Но он же не может сказать, теперь завтра объезжаю в Белый дом, и я теперь все, что мне принадлежит, теперь называется будет не Трамп, а ABC. Ну, это смешно. Ну, о чем вы говорите? Поэтому Трамп продавал свое имя закон. Вот то, на что Байден не может ответить, ни Джонни Хантер, ни Джимми, никто из них. А на чем вы заработали деньги? Что вы продавали? Вот что вы продавали? оказывается, там не столько, то есть фамилия-то да, но за этой фамилией стоит государственный пост. Трамп, который якобы на Китае нагрел руки, потому что китайцы это там снимали, покупали его к... Никогда не было у Америки более жесткой политики к Китаю, чем при Трампе. Ну, и как Трамп использовал вот это вот подарки и прочее. Ну, это смешно. Больше никаких подарков-то не было. Борис, я зачитаю название вот этого доклада имени Раскина, потому что в этом названии абсолютно все. Белый дом на продажу. Как принцы, премьер-министры и остальные высокопоставленные платили оплачивали президенту Трампу. Вот дословно, если перевести, то, что написал Раскин. И вот в этом дословном, именно им написанном уже заложена ложь. Уже заложена. Эта ложь распространяется, сразу идет в Нью-Йорк Таймс. 156 страниц вот этого отчета. Я тебе прислала, естественно, ты еще не успел прочитать. Я начала читать эти 156 страниц отчетом, которые они написали. Там начинается вот просто вот ты можешь смотреть и подряд подчеркивать, говорить, это неправда, это неправда, это неправда. А потом, когда ты понимаешь, что это неправда, вот 11 января 2017 года до того, как был приведен к присяге, в качестве президента 20 января он был приведен к присяге в 2017 году, Трамп провел пресс-конференцию, на которой объявил, что передает контроль над своим бизнесом полностью. Вот этот контроль был полностью передан сыновьям. Адвокат Трампа Шерри Дилан заявила, что избранный президент изолировал себя от своего бизнеса. Это то, о чем ты сейчас говорил. Это вот в этом отчете есть. Все, абсолютно действует в этом отчете и директор организации Уолтер Шау, это организация Трампа, основная рекомендация офиса заключалась в том, чтобы Трамп продал свои конфликтующие активы, что он и сделал. Вот мы сейчас говорим, он передал их. А что он сделал? Прежде всего, рекомендация чего? Рекомендация комитета по этике. Комитет по этике президентского офиса порекомендовал, чтобы активы были проданы. Эта рекомендация есть не что более, как рекомендация. Ты мне рекомендуешь, спасибо за рекомендацию, но я все-таки этого не сделал. Значит, комитет по этике рекомендовал продать. Трамп этого не сделал. И правильно сделал, что не сделал. Еще чего не хватало. Мы даже не можем сейчас об еще одном скандале говорить. Уже времени нет. Но этот скандал еще набирает свои обороты. Естественно, закончится еще большим скандалом. Он будет в качестве информационного шума, наверное, еще недели, две, три. Я говорю сейчас о списке Эпштейна, который всплыл вдруг неожиданно. По мере поступления информации. Да, будем обязательно говорить, потому что пока что только пошли первые информационные сливы. Сливов будет много. А то, что касается госпожи Гейн, которую ты упомянул, не к ночи, как говорится, сказано, которая вынуждена была уйти из поста президента Гарварда. Сегодня, вчера, вернее, было написано большой твит, 4900 слов, написан Билл Аккерман. Выскочил из головы, нормальная фамилия выскочила. Просто это количество фамилий, которые в течение дня в голове перерабатываешь, не все можно уже запомнить просто. выскочила его Билл Аккман. Билл Аккман. Вот это тот самый миллиардер, который первый написал о том, что он прекращает помогать своей альмаматору Гарварду. И он призвал уйти в отставку абсолютно весь совет директоров, потому что совет директоров, возглавляемый Пенни Притски, одним из очень серьезных спонсоров демократической партии, в общем-то она в совете директоров Гарварда поддерживала до конца и совет директоров поддерживала до конца саму мадам гей. Потому что ну как же можно? Это же демократы и это же Пенни Притски еще известно тем, что у нее очень хороший родственник есть, который завязан, его имя высветилось в деле сексуальном деле. То есть там все завязано, мы говорим об Эпштейне. А сама госпожа Притски Пенни Притски назначена была еще осенью в сентябре месяц Блинкиным человеком, который будет расследовать финансовые проблемы Украины и заниматься восстановлением Украины. У Притски Пенни Притски есть личные интересы в Украине, в земле и финансовые интересы тут тоже завязаны. Видите, как все у нас завязано? Где гей? Где Притски где Эпштейн? Где Трамп? Мы живем в такое время, когда ощущение, что вот этот террариум, политический террариум, я по-другому не могу назвать, он управляет нами. И такого гадкого ощущения, я не знаю, было ли у тебя такое гадкое ощущение, что ты живешь в стране, которая пошла в разнос? меня спрашивают просто, какие у меня мои личные, это не так интересно, наверное, мои личные ощущения. Я сейчас думаю о том, куда идет страна, безусловно, я думаю, я думаю сейчас и чувствую три основных проблемы, это Соединенные Штаты, страна, где я живу, это Израиль и это Украина. Вот это вот сейчас то, на чем я сфокусирован. Я собираю деньги для Украины, пытаюсь помочь тем, чем я могу, на эти деньги, которые наши слушатели и зрители жертвуют. Мой друг Кевин Коэн закупает медицинское оборудование, фармацевтику, то, что необходимо для спасения жизни. И сейчас он здесь, через пару недель он летит обратно в Украину. Основное время он проводит в Украине, сейчас идут какие-то закупки. И он на фронт, там он будет продолжать учить украинских медиков, как лечить, на поле боя оказывать первую помощь, первая помощь очень важна, потому что бывают такие ситуации, когда первая уже госпитальная помощь будет оказана через 24 часа. Не так все просто, поэтому это должна быть очень квалифицированная помощь. Кстати, на деньги, которые собрали наши зрители, были приобретены вот эти вот пакеты с утеплением, одеяла, которые так необходимы для спасения жизни, когда человек ранен, когда, если он находится в холоде, то раны не могут затягиваться, не могут заживать. Лекарства не все действуют при таком при морозе, а сейчас наступают страшные морозы везде. Ну, что значит страшные? Минус пять достаточно для того, чтобы многие лекарства уже не так действовали. И вот этим сейчас и занимаемся. И он, как я сказал, через пару недель полетит туда. Если кто-то хочет пожертвовать любую сумму денег, то вот мой имейл, мой имейл связан с моим банковским счетом, как только я получаю деньги, они тут же уходят к Кевину, и он тут же производит закупки. Он сейчас через Европу, через Францию отправил какие-то медикаменты. Америка, Франция, Германия бывает. Он ищет наилучшие цены. То есть это необходимо. Вот, так что продолжаем помогать, меньше думать наверное о том, если начинать сильно чувствовать, то наверное будет большая депрессия, когда что-то делаешь. Легче переносится, потому что так можно впасть в хроническую депрессию, все время думать о том, что делает Байден, что происходит на Ближнем Востоке, как мир относится к евреям, почему мир не поддерживает Украину в достаточной степени, я имею ввиду Соединенные Штаты, Байден, где этот Ленгиз, Европа, Путин сумасшедший, который неизвестно, что может выкинуть. Значит, чтобы не впадать в эту хроническую депрессию, надо что-то делать. Вот я работаю и собираю деньги, выступаю в каких-то иногда пресс-конференциях, всем. А вот ты занимаешься передачами, разные гости, которые освещают политику. То есть мы все должны чем-то заниматься. Это легче. Ну, я занимаюсь не только передачами, ты это тоже знаешь. Просто очень тяжело сейчас, когда помощь Украине практически остановлена. Ничего практически нет. я даже не буду сейчас вникать это вне моего контроля. У меня нет хода никому из крупных политиков американских. Президент тем более. Это не представители моей партии. А даже если бы были многие. Ну, я тогда может быть что-то и бы как-то. Вот у меня нет этих рычагов. у меня нет никаких рычагов в Украине. Поэтому все, что я могу это собрать какие-то деньги для спасения каких-то конкретных жителей несчастных украинских солдат, которым не повезло попасть под пулю или под осколок и просто повысить их шансы на выживание и не остаться коллегой. Вот и все, что я могу. Спасибо тебе большое, Борис. Спасибо всем, кто помогает. Спасибо людям, которые понимают, что в мире не все хорошо и нужна помощь. Нам лучше, чем кому-то, несмотря на то, что у нас своих бед предостаточно. И вот Борис сегодня рассказал о том, что к нам приходят. я благодарна вам за то, что вы с каналом Континент. Пожалуйста, поддерживайте нас. Нам очень нужна ваша помощь. Нам как-то не дает развиваться YouTube. Просто я читаю комментарии, когда говорят, ты поставил лайк, а в этот момент количество просмотров редко начинает падать. Только лайк. Убираешь лайк, количество просмотров возвращается. То есть то, что творит сейчас Google, то, что творит YouTube, это будет у них на совести. Мы стараемся как-то выживать в этих условиях. Так что мы будем продолжать работать. Борис будет продолжать с нами. Мы будем обсуждать разные темы. Оставайтесь на канале. Всех вам благ. Еще раз напоминаю, Борис Палан с нами сегодня был. Я Елена Прикова. Канал Слава Украине. Героям слава. Всех благ.